Всем привет! Рада приветствовать любимых подписчиков и новых зрителей. Для новых зрителей сообщу, что меня зовут Ирина, я таролог и психолог. Рада, что вы со мной присоединяетесь к нашей компании, если находите для себя интересную информацию здесь. Здесь я делаю для вас расклады, которые помогают вам разобраться в ситуации. Я очень надеюсь, что информация вам бывает полезной. Сегодня для вас расклад на тему, почему он так ведет себя. Посмотрим его поведение. Что или кто влияет на его поведение, на его отношение к вам. Давайте посмотрим. Посмотрим также, как он будет вести себя в ближайшее время, чтобы вам понимать, чего ожидать от человека. Итак, почему он ведет себя так и не иначе. Какие мотивы, причины. Деньги, да? Толстый колес. Деньги, денежная история здесь идет на первом месте. Человек не может вести себя по-другому, потому что он поставлен на колени. В чем-то унижен, вынужден подчиняться какой-то ситуации, но изменить ничего не в силах. Карта все-таки денежная. Туз Пентакли или туз колес в данной колоде говорит о том, что здесь замешаны деньги, какие-то материальные вещи. Вот такая у нас сейчас жизнь. Деньги играют первостепенную роль очень часто и очень сильно влияют на отношения, к сожалению. Но приходится с этим мириться. Вот и мужчина вынужден был смириться с какой-то историей, потому что там рамки, там обязательства, там какие-то денежные моменты, от которых уйти он не может. Вот первое, да, видим, что влияет. Это деньги, работа, карьера, бизнес. Зависимость от какой-то ситуации, связанной с деньгами. И еще посмотрим. А человек находится в отношениях, либо в браке, либо просто в отношениях, в которых, повторюсь еще раз, материальные вещи играют далеко не последнюю роль. И пусковывают эти обстоятельства, они дают ему продохнуть, ему там сложно, тяжело. Видите, как отшельник, одинок человек, погружается в себя, пытается умерить свои. Желание, свои чувства. Он желал, чтобы его жизнь пошла другим путем. У него были определенные планы, надежды, но он вынужден был от всего этого отказаться, потому что какая-то денежная ситуация потребовала от него совершенно других действий. Он не свободен сейчас, он находится в рамках. Это не зависящее от него обстоятельства. Поэтому, я так скажу, этого человека не стоит винить, почему он повел себя именно так, а не иначе. Он не мог поступить по-другому. Не мог поступить по-другому. К сожалению, жизнь такая у нас сегодня, что мы зависим от денег, от бизнеса, от работы, от вот этих всех вещей, которые на самом деле должны быть второстепенными, если даже не самыми последними в нашей жизни. Ситуация нестабильного равновесия в жизни у этого мужчины сейчас. То хорошо, то не очень. Дьявол. Влияние каких-то сил негативных. Однозначно. Либо люди с ним рядом какие-то, которые влияют на него не очень хорошо. Окружение не очень хорошее. Люди заточены на деньги. На достижение каких-то перспектив звёздных. Он вынужден подчиняться модели. Модели поведения, которые приняты в этом обществе. Он не может обойти стороной какую-то ситуацию денежную. Потому что там много людей, там какая-то команда. Он часть этой цепи, скажем так. Связан по рукам и ногам человек. Давайте посмотрим всё-таки его мысли по поводу вас. Какое место в его жизни сегодня занимаете вы? Какое место занимаете вы? Женщина стоит между вами, королева мечей. С этой женщиной очень сложно договориться. Она не привыкла идти на компромиссы. Желает подчинять себе как людей, так и обстоятельства. Но она считает, видимо, что она имеет на это право. Да, она возлагает какие-то... Она считает, что она имеет право людей вовлечь в какие-то обязательства. Она может, если потребуется, если ей так будет нужно, создать человеку препятствие, проблему на пути. Вот она и мужчине, собственно говоря, создала какое-то препятствие, проблемы финансового плана. Заключила его в какие-то рамки, понимая, что он не выйдет оттуда. Для того, чтобы его удержать. С какой целью она его держит? Удерживает. С какой целью? Да, ей нужна карта повешенной. Ей нужно удержать для собственных целей. Да, моя эгоистка. Мне этот человек нужен, мне этот мужчина нужен. И он будет со мной рядом. Ей выгодно держать его в каких-то иллюзиях. Что-то она ему обещает, какие-то перспективы. Но это иллюзия, самообман. Он смотрит, мужчина, вперёд в будущее. Но там всего лишь облака, туман, кубки золотые он где-то там видит. Но они в подвешенном состоянии, они в воздухе порядка. Это нереализуемо, то, что она обещает ему. Но при этом дама очень такая своевольная, своенравная. Ставит его в какие-то рамки, удерживает. Для того, чтобы он был при ней. Вот как-то так был при ней. И для собственных интересов он нужен каких-то. Просто, может быть, нужен и всё. Вот хочу я, чтобы он был со мной рядом. И будет, пусть будет. Но мы его мысли смотрим. Всё-таки о вас, отношения мысли к вам. Но человек переживает о тех отношениях, которые были закончены. Однозначно есть момент переживания, внутреннего страдания. Сожаления о том, что не сбылось. Вы. Надеяться на вас, что вы сильная женщина. Понимает. Может быть, хорошо вас знает. Потому что он уверен в том, что вы сильная личность. Женщина, которая такая единственная, одна. Он не видел, не встречал других, кроме вас. Вы сильная личность. И это чувствуется. Однозначно, вы сильнее него. Вот это ему тоже нравится. А у вас самые тёплые воспоминания, позитивные. Вы оставили такой тёплый след в душе этого мужчины. Что он, в общем-то, даже находясь где-то на расстоянии, думает о вас. Потому что есть связь, есть тяга. Человеку очень тяжело. Там, где он сейчас находится, он вынужден отстаивать свои позиции. Он вынужден обороняться от какой-то ситуации. Но я не вижу, чтобы он вышел из этой ситуации. Не вижу я, чтобы он находил выхода. Карта смерти. Обстоятельства тяжёлые. Пока выхода он не видит из этой ситуации. Просто работает. Занят работой. Он понимает, что нужно работать, идти вперёд. Самореализовываться. А что ему ещё остаётся? Что ему ещё остаётся? Что у него там за противостояние в жизни? Какое-то противостояние. Он борется сам с собой. Та женщина, которая рядом с ним, такое впечатление, что внушает ему мысль о том, что вы случайный человек в его жизни. Что вы ему не нужны. Она говорит, вот у тебя другая жизнь. У тебя есть другие перспективы. Я дам тебе всё то, что ты хочешь. Только не смотри туда, не смотри на неё. Потому что она не даст тебе ничего. Она хочет, чтобы мужчина сжёг то прошлое, которое у него было. А он вспоминает. Он всё равно внутри него теплится надежда на то, что всё ещё будет хорошо. И то, что лучше той женщины, лучше вас. Он не нашёл лучше, сильнее личности. Он ещё не видел. Его поведение по отношению к вам в ближайшее время. Вы остаётесь... Ох, как интересно. Вы поликарты. Император, императрица и между ними королева кубков. Да, чувства между вами, смотрите, какие. Эмоции, чувства вас объединяют. Даже несмотря на то, что вы сейчас на расстоянии. Есть тёплые чувства, есть любовь, эмоции. Вы абсолютно одинаково чувствуете друг друга, интуитивно чувствуете. У вас развито чувство, развита интуиция. И у императора развита интуиция, как ни странно. У мужчин обычно в меньшей степени развита. Но вот здесь вот человек вас чувствует на расстоянии. Взаимные чувства и ожидание радости, ожидание победы над теми обстоятельствами, которые сегодня вас разделяют. Да, девяточка кубков. Ну, каково его поведение? Вот явных действий от него не ждите. Он не может изменить ту ситуацию, которая сегодня в его жизни. Да, там очень жёсткие рамки. Здесь просто полагаться на высшие силы. Продолжать бороться. Счастье не свалится вам на голову. Вам нужно будет отстаивать, терпеть, защищать. Даже в некоторой степени защищаться самостоятельно от той ситуации. От нападения какого-то со стороны. Да, тут волки. И он пытается отбиваться от них. То есть, возможно, какие-то люди противостоят, мешают вашим отношениям. Та же женщина, которая сейчас рядом. Она будет делать всё для того, чтобы удержать его рядом. Ей абсолютно всё равно, в кого он там влюблён, с кем он там спит и кому он хочет уйти. У неё есть полномочия удерживать его рядом с собой. И она понимает, что он будет рядом. Хочет он того или нет. А он думает о вас, вы о нём. И при этом ждёте победы, да. Ждёте вот этого эмоционального отдыха. Когда будет момент сказать друг другу. Привет. Кажется, всё позади. Мы теперь можем снова быть вместе. Ему тоже, поверьте, очень сложно, да. Сложно. Здесь колесо фортуны выходит. Старший аркан, который говорит о том, что... Судьбоносный период, да, судьбоносный момент. Кармически тяжёлый такой урок вы проходите. Но это донос выше вам. Его не удалось бы миновать, избежать. Это нужно просто пройти. Да, будет по троечке колёс. Шанс на создание новых отношений. Я имею в виду шанс на реализацию того, что когда-то не получила продолжения. Чувства у людей есть, взаимное притяжение есть. Остаётся просто ждать момента, когда откроется дверь, когда раздвинутся рамки, когда уйдут стеснённые обстоятельства, и император станет свободным. Станет свободным. Будет шанс создать семью. Десяточка кубков. Великолепная карта, которая указывает на семейный уют, семейное благополучие, на брак по любви. По любви, да. Да, здесь будет принятие быстрого решения. Мужчина только почувствует, что ситуация его отпускает, что он может выйти из этих рамок, он примет решение очень быстро о том, что нужно те отношения вводить на серьёзный уровень. То есть отношения с вами переводить на серьёзный уровень. Это обеспечит ему тыл, надёжность. В общем-то, осуществление тех планов, которые когда-то были отложены, будут реализованы. Сейчас он занят заработками, деньгами, работой, да. Проявляет своё мужское начало, пытается добиться каких-то, может быть, карьерных высот, просто заработать, да, для того, чтобы строить отношения на каком-то материальном фундаменте. У него есть чувства, безусловно. Старший Аркан влюблённый, и он строит новые планы, и он желает достижения этих планов. То есть, несмотря на ту ситуацию, которая сегодня между вами сложилась, она закончится, да, он уйдёт, он примет решение уйти из тех обстоятельств, которые сегодня его удерживают. Вопрос времени, да, вопрос времени. Поэтому, если он вам нужен, этот человек, ждите, ждите. Перемена обстоятельств произойдёт сама по себе, рамки раздвинутся, мужчина выйдет на свободу, он сразу же примет решение о переводе отношений на серьёзный уровень. У кого резонирует, я вас поздравляю, прекрасный расклад. Не отчаивайтесь, ждите, и вы обязательно дождётесь. Я благодарю вас за просмотр. Как всегда, жду обратную связь от вас. И прощаюсь с вами совсем ненадолго. Продолжение следует...